Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 860. События дня. 1 Иоанна 2,19. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». За 24 апреля 2018 года. События. 24 вторник. Потеряевку срочно пришлось выезжать. Володя Пащенко и Черепанова Василию. Антон Пьянкин. «Спаси, Христос, дорогой мой кладезь, Игнатий Тихонович, спаси, Христос, увидел свое сообщение в событиях дня. Не опасайтесь за меня, и можете полностью мою фамилию выкладывать. Меня всякими глупостями и интригами не сбить с пути. Ваши недоброжелатели ничего с меня не возьмут. Я пять лет почти смотрю ваш канал, и если что-то увидел бы гнусное, не смотрел бы его. Спаси, Христос». Евгений Кременский. «Чего ломаться-то и ходить вокруг да около-то? Я у вас на канале в Ютубе с 2012 года окормляюсь. Свои люди». Вот вместо фотографии какая-то такая физиономия непонятная, прямо жирная, кособокая. Нарочно поставленная. Я говорю, ну поставь свою фотографию-то. С 2012 года как раз и только начал работать наш видеоканал. «Дорогой и любимый Игнатий Тихонович, знаю, что 28 июля по старой традиции вы будете проводить потерявки обряд крещения. Очень хотел бы креститься, что для этого необходимо». Ну, в первую очередь, ошибка здесь, Евгений Кременский. Не 27 июля, а 7 июля. Если на воскресенье попадает, а если попадает на какой-то другой день, то близлежащее за ним воскресенье. Но никак не позже, как 14 июля, если у вас ошибка. И обряда никакого не производится, а великое таинство. Я отвечаю, встретиться по скайпу, а потом реально, что для этого нужно. Так, ну он как будто, когда что я ему ответил, он не вышел. Не обряд у нас, а великое таинство, рождение нового человека. «Пишу. Мы были у вас, это мы ходили, ремонтировали, где нам ремонтировали вот это видео. Ну и мне сильно понравилось и хотелось дать другим знать, что мне 78 лет, сегодня были у вас и не смогли увидеться с директором. Шло у них совещание, так или почти так, сказала секретарь. Я плохо слышу. Мы просили разрешения поснимать у вас места изнутри, где позволят, чтобы другим дать знать о вашем прекрасном обслуживании. Мы снаружи вот это уже сняли, название ролика. Видя аппаратуру, нам отремонтировали вопрос, потому что мы еще ничего не знаем. С аппаратурой, если это прямо оттуда вышли, пошли снимать там снаружи. Ну и показы как. Мы православные христиане. Я пишу о себе здесь, что у меня вышло из печати 38 томов книг, которые мы подарили в 600 библиотек мира, начиная с Барнаула, библиотеку Ленина, парламентскую историческую в Москве. И так проехали от Владивостока находки до Лиссабона, прошли Скандинавию, Прибалтику и Север, Турцию с южной стороны Черного моря, в шести мусульманских республик. Везде принимали нас весьма благожелательно. На нашем видеоканале «Постоянные посетители из Австралии, Америки, всей Европы». Ну, то понемногу, но есть. Это видео про вас увидят многие, что не все тут воры и обманщики. То есть они нам в одну сходили, а там сразу сказали, 7 тысяч заплатить не следовали, ничего. А эти все обследовали за обследование, сколько там, 300, сколько рублей. И все вместе с исследованием обошлось в полторы, в пять раз дешевле. И сделали быстрее тех тоже в пять раз. Но можно об этом сказать, чтобы другие-то знали, куда идти. «Добрый день, Игнатий Тихонович. Напишите, пожалуйста, реквизиты, по которым можно перечислить деньги на покупку и пересылку ваших книг. У меня поинтересовались люди. Скайпа и Майла у них нет. Хотели бы заказать. Связь буду поддерживать через меня. Башкирия, Российская Федерация». Юрий Соболев. «Свежее интервью отца Андрея Кураева. Сразу с первых минут отец Андрей говорит об угрозах патриархии в его адрес, Андрея. Неужели правда?» Ну, вот это все надо прочитать. Я все это посмотрел, конечно. Ну, что сделаешь? Вот я сейчас гляжу, там на меня разные нападки. Новосибирск, он никогда не видал там епархии, миссионерские отделы, это все назвали, ухорошили. А ничего нет, пустое место. И вот какого-то там дьякона поставили, и вот он, я против святых. Ты за святых заботишься-то? Так живите правильно, чтобы святые-то не позорились из-за нас. Ну, сказали им, а потом в Великий пост жареную рыбу пошли, поели. Дали указания там, кто сказал. Козырьская там тоже. Ну, а что, они не разные встречались, не были? Что-то они могут показать? Да нет, конечно, ничего и нету. Нету, если ездят, только сидят за столом они, больше ничего нету. Или мурку там поют, мурлыщут. Я не знаю, по сколько и в какой епархии, но много говорят об этом. Что говорит? Сергеянцы прожженные. С властями ни на шаг нигде не отойдут. Любой курс примут. Шатаются вместе с курсом партии колебания. Ну, того интересно. А мне-то от этого нет. Вам помирать тоже придется? Я отвечаю. Это другим знать. Батюшка назначил отметить день деревни. 200-летие, со дня ее основания. Вот цифра. И 27 лет начало восстановление. Было это обычно в мае, после 14 числа. А ныне перенесли на 3 июня. После 14. На воскресенье, ради погоды и дорог. А заезд в деревню намещен нами был, как всегда, на 10 июня. Это день моего рождения. Так, чтобы на день деревни ездить и через неделю снова тот же путь, это невыгодно. То есть я подумал туда, ну на день деревни надо ехать. Там митрополит приедет. Сергий Иванников. Барнаульский, Алтайский, Патриархия. Поэтому наш заезд намещен на субботу 2 июня. И в 2018 года. В это можете не вписаться, потому что остальные могут приехать 10 июня. Не раньше. На неделю раньше. Это только для нас, двоих-троих. Из Барнаула. Галина Авлецкая, Новокузнец. Христос воскрес. Воистину воскрес. Прибываем в пасхальной радости. Благодарю вас за чудные проповеди в стихах. О чудное мгновение. Остаться бы навсегда в пасхальной радости. Не совсем новое, конечно, предложение. Поползли с экранов мониторов в разум неокрепших наших русских красавиц. Замуж за китайца. Оказывается, китайцам не хватает невест среди своих. Сейчас в Поднебесной около 300, около 30 миллионов лишних невест. Вот это да. Каменщики вернулись в дружбе всех народов. Какие уж они выдумщики на наши неразумные головы. Неугомонные. Среди народа Якова, ну, Авраама Саакях, тоже парней больше сегодня, чем невест. Однако зорко блюдут чистоту крови. Как-то встретил случайно в Пекине молодую супружескую пару православных. Такое светлое впечатление от этой встречи осталось за сих пор в моем сердечке. Игнатий Тихонович, каково у вас отношение к этим событиям? Интересно вас послушать. Спаси Христос за благодатный огонь в вашем безразмерном сердце для всех нас. Благодатный огонь. Конечно, не в Иерусалиме, который пасхальную ночь, я в то вообще не верю. Не завидуем тому, что у нас не получается так, как у вас. А сорадуемся вашим трудам и возлюбим друг друга. Мы же тело Христово, так будем стремиться к чистоте Духа своего. Аллилуйя! Александр Марьянов. Ну, это что говорить? Комментирует про то, что за китайцев выходит. Ну, свобода. Лишь бы он был христианин. Если они христиане, а не христианки, им какая разница? Лишь бы хорошо было, тепло и обеспечены были. Александр Марьянов. Мир дома вашему. Игнатий Тихонович общался с Владимиром Кук из Калуги. У кого в контейнере хранились ваши книги. Передает вам и братьям Сергею и Валерию низкий поклон. Спаси Христос. Ну, что сказать? Да благословит его Господь со всей семьей. Добрые люди. Мы первый год поехали, когда далеко. То в шахтах у нас было. Вот у Суборова. Павла Николаевича, жена Зинаида. Чудные люди. Удивительной доброты. А этот дальше жил Эстония, скажется. Огромный-огромный такой контейнер. И мы там все книги, все помещались. И двор у него большой. Я не знаю, там сколько гектар. Гектар. И пруд свой. Ну, молодцы. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, вы помолитесь за Александра Андрусенко и его супругу Светлану. Александр, я скажу, что мы каждый день молимся. У нас тут сгорел недалеко от храма дом. Семья малоимущая. Все живы-здоровы. Людям нашли временное жилье. И от храма дали одежду деткам и продукты питания. Выделили приход. Приход выделил на цемент, песок, кирпичи и прочее. Собрали понемногу деньги. Я обратился ко многим о помощи. Александр Андрусенко оказался самым отзывчивым. И оказал помощь погорельцам в размере 50 тысяч рублей. Самым отзывчивым. Но я и говорю, это человек удивительной доброты. Всегда. Я-то знаю его. Люди со слезами благодарственности приняли пожертвования. Я знаю, порой многое в жизни, в отношениях между людьми бывает не так, как хотелось бы одной или другой стороне. Я знаю, что Александр молится по вам. По вам неправильно. А вас или за вас. И братьям. Спаси Христос. Ну да что? Да благословит Господь Александра и Светлану. Руслан пишет. Добрый день, Игнатий Тихонович. Я начинающий православный христианин. Из чего мне вы посоветовали начать свое обучение православия и служения? Я отвечаю. Святая Библия, Новый Завес, Толкование Блаженного Фефилакта. Вот что я могу предложить. Так, нам надо маленько тут, на этом, с другого места сейчас возьму, показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Очень люблю ее систему. Это какая была она вообще? Такое не было во всем интернете. Несколько щелочками можно отправить было. На 10 тысяч человек. По 12 фотографий всем. И 5 тысяч знаков. Вообще. Ну, потом все это закрыли. Ну, и все равно, даже сейчас, я сюда все переношу, ну, сколько возможно. Это вот вчера выставил. Дальше у нас очень хороший, очень сильно составленный православный форум Игнатия Лапкина. Во свете Библии. Вот оно написано. Во свете Библии. 1600 тем. Это еще что-то стоит. Ну, и православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот. Каждый день. Сколько вот сегодня у нас тут вошло? 10-11 роликов. Ну, не меньше 10 каждый день выставляется. Потому что у нас очень много материалов. Мы серьезно здесь работаем. Здесь коллектив работает около 12 человек, которые помогают. Кто-то оплачивает, и это не я. У меня все куплены. Компьютеры, все. У меня нет ничего. Вот думают, как там, что. Ну, и вот. Сейчас я покажу. Кристиня-1. Это не то. Кристиня-1. Надо другое взять. Вот это вот. Это наш во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное. Здесь не то, что 50 книг насчитано, звук видео, фильмы. Первое место занимавшее на международном киноконкурсе и в России. А вот здесь именно. Вот это вопросы и ответы. Вот сейчас у нас, кажется, про детей идет. А сейчас мы посмотрим отсюда, будем брать вопросы. Вопрос 889. Второй том «Открытым оком». У меня так все книги называются. В государственных лагерях есть специальные должности, затейники, которые придумывают различные игры, делают пребывание детей в лагере интересным. Что-то подобное есть ли у вас? И были ли какие-то интересные случаи, которые захватывали бы детей, если бы в себе заряд воспитания в добре, приучали к состраданию? Вот я теперь его ткнул. Вот этот. Теперь ответ. У нас лагерь трудовой, а не игровой. До обеда дети трудятся на заготовке дров в огороде, перемешая работу играми и купанием. После обеда занятия в кружках, поход по ягодам, многократное купание до шести раз в день. У нас бывают события местного значения, и, как правило, это связано с окружающей природой. Над нашей деревней иногда пролетают раи пчел, и они где-то приземляются. Игорь Барабаш трактором притащил в лагерь огромные сухие клёны на дрова. Когда дети распиливали их, то наткнулись на большое дупло, заполненное сотами. Мы сразу же отделили часть их отнесли Игорю, разъясняя детям его участие в этом деле. Сухие соты отдали матушке за мёд. Часть подали на стол, а остальное оставили для ожидаемых гостей. В прошлом году была история с коршунёнком. Вот она, называется Коря. Коря. Детский православный трудовой лагерь Санш находится в 150 километрах от Барнаула. Живёт своей необычной жизнью. Рядом находится строящийся с нуля православный посёлок Потеряевка. 20 лет там был пустырь, где раньше была наша деревушка родная. За это время в этой местности появились новые птицы – соловьи, удоды, воробинный сыщик, новые породы уток. И чего никогда раньше не было, в наших колках стали видеть гнёзда коршуны. Я с детства любил птиц, и первую книгу, которую купил завш курки и сусликов, была книга про птиц, страниц за 500. Суд насчитал, что в нашей местности сейчас находится около 52 пород видов птиц. Ну вот кто знает, сколько их в местности живёт. Вот означает, интерес был. Выпускалась газета в виде журнала «Лесная газета» Виталия Бианки. Это я уже считал. Может, в пять лет уже считал. Я пишу. «Всегда держал много голубей, держу их сейчас. Две голубятни в деревне и одна в городе, а одна в доме. В одной я держу в зиму 34 голубя. Баварин Владимирович Николаевич, это мэр города Барнаула, был два раза, смотрел. На это лето повёз с собой новые породы – шалевые, воронежские. Подарил директор Барнаульского ликёроводочного завода Пальтарь Роберт Робертович. Когда голуби, привезённые привыкли, стал их выпускать из голубятни, которая находится на балерине. Балерина – это башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, аббревиатура. Это трёхэтажная башня, склады и моя канцелярия. Как только выпустил своих любимцев, так сразу же налетели коршуны и унесли несколько из новопоселенцев. Голуби-то, искусственно выведенные, не могут противостоять естественной природе. Подержал их несколько дней закрытыми в вольере, чтобы они были побойче, а среди них напустил и дикарей. Снова выпустил. Вначале летать и облёт был. Но когда были они без присмотра, я был в лагере, снова несколько штук были унесённых крючконосыми разбойниками. Дальше так просто терпеть было невозможно. Решили найти коршуниное гнездо и уничтожить их. Хищники очень осторожные и трусливые. Но когда ему нужно что-то отнять у другого, тоже у коршуна, то он делается стремительным и неугомотомимым. Даже не верится, ведь только что парил в воздухе, распластав свои великолепные крылья. Казался таким неуклюжим, сонным. Положили на тележку длинную ему лестницу, чтобы до первых сучков берёзы можно было добраться. Нашли такое гнездо по гадкам на траве. Они поворачиваются задом-то и помёд выбрасывают. И на листьях рядом, ну, какие растут кусты, видно очень много белого из звёздки. Оказалось, что три птенца, обычно это два, завернули их и принесли в лагерь. Думал подмануть родителей и убить, но не тут-то было. То есть я сидел, скрадок сделал, хитрый такой хищник. Хищники осторожные. Стали кормить своих новых питомцев мясом. Но где их взять-то? Заказали отходы от индюков из другой деревни, но им нужно только с кровью. Стал колоть беспородных голубей. Когда скормил им 14 штук, понял, что они меня сожрут с потрохами. Пошёл ловить крыс, обдирать и кормить мясом. Благо к тому времени двух коршунят забрал живой уголок в Барнауле. Поймал 36 крыс. Ну и глотка же у них, скажу вам, у этой прорва-то. Когда обдираю крысу, то коря пищит рядом и из рук хватает-то. Я готовил целую тушку, обдирал, удалял головы и ножки-то. Он неободранную голову-то схватил, два раза голову вытянул-то и проглотил. Растёт наш коря очень быстро, ничего не боится и начинает учиться летать. Я раньше выращивал хищных птиц для ловли рябчиков и знал, как дрессировать их. Стал готовить их к выходу в живую природу. Как, ну, там что-то такое, мясо или крысу, тащу за ниточку, чтобы он на неё падал их. Так, стеснений он никакого не имел и не терпел. Стал привязывать за нитку крыс и тянуть, чтобы живых потом хватал. Благо, хватало и воробьёв, и прочего товару, в кавычках. Утром на главном восьмиконечном кресте, где в лагере сидит, дожидаясь, нахохлившись, наш питомец коря. Кормили его, уходя подальше от лагеря Стана, и он кричал и летел следом. Прожорливый был Надьева. Дети ходили на пруды, ловили ему много лягушек и кормили его с рук. Он наедался и ложился на крышу на самом санцепёке. А разлепёшится, как шангай, и виду не подаст, что здесь он дежурный. По лагерю должен был каждую минуту буквально знать, где он сейчас. В лагере был Коке, молодой и хитрый кот. Он умел уходить от коря и не добирался до него, когда коря находился на земле. На обед и на другие мероприятия у нас висят колокола и большая рында из-под кислорода. Коря сидел на самом верху этой колокольни, и никакие громовые удары его немало не смущали. Но как только меня завидит, так такую трель завидёт, пищит, крыльями машет, летит следом, теребит, за сапоги или за пояс меня завтракать. Особые прелести, в кавычках, кори были после обеда. Он сидел на специальном постаменте над аналоем внешним, столик для чтения Евангелия. И когда им нужно было опорожниться, то он пятился и стрелял более чем на два метра. Тут виск и смех был на весь лагерь. Холодильник хранил для него свежее мясо и кровь. Я надевал рукавицы, и он садился на руку. Рядом с лагерем проходила высоковольтная линия. Когда мы поутру молились, и был маленький моросящий дождь, и всё было мокро, коря полетел за грачами. Никто не видел, как он вернулся и сел на столбе, который был на повороте, где провода сходятся очень близко-то. Мы нашли его лежащим у подножия столба. Размах крыльев составил 1 метр 30 сантиметров. Я написал стихотворение на его смерть. Дети плакали. Подозреваю, что отданные в Барнаул нелюдимые коршунята были мальчики. Ну, не знаю, как я сказать-то. А этот чересчур уж ласковый был. Похоже, девочка неправильная, но не знал, как сказать. Я виноват здесь. А она. Перья крыльев были полностью залиты кровью внутри. Это знак того, что он активно рос. И думаю, что был бы намного больше по размерам, чем в природе, ибо питался исключительно активно и полноценно. Воспитатель Виктор Савченко положил стих на музыку, и уже в пятницу на костре мы пели эту песню. Жил у нас Кори с 13 июня по 17 июля. Тридцать три дня. Он многое не съедал. В стороне от лагеря Стана стоят столбы футбольного поля. И по утрам стали Кори прилетать коршуны и садиться к нему рядом и доедать его трапезу. Когда же его не стало, эти друзья его прилетали и долго кричали, летая над лагерем, наводя тоску, ища и вызывая своего кормильца. Мы тосковали о любимом Кори и пели песню о нем. Прошло несколько дней после трагической кончины коршуненка Кори. И мы решили снова найти гнездо с таким же мальцом. Но сколько не проверяли гнезда, все уже вылетели. Придется ждать еще год. Дети повезли домой по несколько перьев от Кори. В музее крыльев от разных птиц. Крылья Кори занимает у нас там центральное место, распластанное на страх врагам. Чтобы крылья не портились, мы их хорошо поработали криолином. Игнатий Лапкин, начальник лагеря, 22 января 2002 года. Если я в январе писал, это значит было 2001. Это значит уже 17 лет. Невероятно. Невероятно. 17 лет. Сейчас я постараюсь найти, где тут... Сейчас посмотрю, сколько здесь. Где это Коршуненок Кори? Пьяние Виктора. Вот так. Так, слова, песен в Орде. Коршуненок Кори надо найти. Вот так. Кошка, лагерь. Вот и не нашли. Не нашел. Конечно, ничего не сделать тут уже. Коршун нету дома. Сначала, аллилуйя, сожжение. Женя, голубь. Вот про голубя сохранилось. Вот так. Колыбельная кошка, лагерь. Как же так-то? Коршуненок Кори. Это так важно было. Ну, вот, нету. Если бы была эта возможность сейчас, я бы открыл. Ну, тут один, такая установка. Если сгоню в сторону, то уже на чем лежат, стоит у меня аппаратура. Да никак я не ожидал, что у нас нету. И главное, слова есть. Так. Что же такое-то? Ну, стихи. Вот Коршуненок. Это можно было залезть и найти. Ну, голуби, самозапись. Так. Постоянство. Если бы тут было Володя, то я без него тут остался. Сейчас бы мы сразу нашли. Он бы в руки только отобзял. Ну, и все. А это что? Пение Виктора. Еще раз зайду. Голубь. Коршуненок. Корова, лошадь, кошка. Пение. Новое. Нету. Нету. А вот нашел. Во! Враг надо искать было. Враг. Во! Я искал неправильно. Вот так. Слова надо найти. Сейчас попробуем слова. Враг. Ну, да. А, Б, В. В. Враг. Вот она. Коршун. Коршун. Ел он только то, где видел кровь. Мы играли с ним на тренировках. Он садился рядом. Кликотал. На размах метр тридцать. Но веревки при полетах как-то облетал. Почему его убило током, когда мы молились по утру? Жизнь со мной не раз еще жестоко обойдется. Погибает друг. Тот, кто постоянно облегчает пилигримство во враждебном мире. Любит нас, зазря не облегчает, понимая, все это много шире. Коршуненок, коря крючконосый, не боялся ничего и вдруг. Любознательность тебя заносит на смертельный и последний круг. Нам на память крылья остаются. Жаль, у птицы вечной нет души. Голуби над башней утром вьются. Птицу мира Коршун не страшит. 20 июля 2001 года, а сейчас 18-й. Страшно сказать, 17 лет. А я каждый год все думаю, может опять пойти, найти. Но это возни много с ним. А сильно занят и так и проходит. Тема-то какая? Как у вас такое что-то там есть по местным событиям? Вот я показываю, да, есть. А теперь враг. А теперь душу же я и найду. Драк, дух. Коршун расхищает голубятню Шалевых бантастых вертунов На себя теперь враги пеняйте. Разорит все гнезда их готов. Коршуненок в лагере живет. На глазах заметно подрастает. Мясо крыз глотает, не жует. Птица неприхотливо простая. Как шуненок, куря крючконосый Не боялся ничего ему Непознательность тебя заносит На смертельный и последний год Птица неприхотливая. Птица неприхотливая. Птица неприхотливая. Мясо крыз глотает. Харточка, куря крыз глотает. Птица неприхотливая. Птица неえ、 Птица неприхотливая. Тракшуненок, куря крючконосый Не боялся ничего ему Непознательность тебя заносит Расскрепленный и последний Почему его убила труда Когда мы молились поутру Жить со мной не раз еще жестоко Обойдется, погибает Тот, кто постоянно облегчает Вели гримство во враждебном мире Любит нас, а зря не обличает Понимая все вальто много шире Рашиненок, коря, крючка, носы Не боялся ничего иного Любознательность тебя заносит На смертельный и последний грудь Нам на память крылья остаются Жаль, у птицы вечно нет души Голуби над башней утром бьется Птицу мира горшок не страши Голуби над башней утром бьется Птицу мира горшок не страши Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова